всем привет ребята рад вас приветствовать на своем канале сегодня у нас очередная распаковочка ко мне пришли очередные посылки с озона а это значит с алиэкспресса и сейчас мы будем распаковывать я их еще не видел хотя знаю что там есть так что смотрим и берем первую посылочку сразу скажу вам что это аксессуары для экшн-камеры диджай покет 2 так разрезаем сегодня я ножом не буду ничего так зверски резать поэтому разрезаем ножничками так все пакетик пусть выкинули так что это у нас такое немножко помятая коробочка но надеюсь что там все целое так коробочка нужно высыпаем а это у нас рамочка для диджай покет 2 вот такая рамочка для крепления здесь крепление как на экшн камерах типа gopro для чего я взял ну во-первых подходят аксессуары от gopro всевозможные крепежные элементы естественно что ой падает буду это все использовать на велосипеде на нагрудном ремне у меня есть нагрудный ремень одевается на грудь прикрепил камеру ходишь все снимаешь вот такая система сюда за закручиваем сейчас попадем вот есть попал вот такая штучка запасной галечка запасная пригодится так есть вот она тут принципе все понятно сюда вставляется камера идет крепление здесь можно удлинитель крепить на какие-то штативы ну и на присоски машину на велосипед и еще на что-нибудь движущиеся вот она вот так выглядит так пока отложим ее в сторону потому что вторая посылочка у нас тоже покрупнее также для диджай покет 2 так тему нам тут ее аккуратненько отрезать а а а а да вот и даже надпись покет надпись покет и что это у нас а это у нас aqua box теперь можно плавать под водой снимать в плохую погоду у нас море вокруг поэтому то что надо готовимся к летнему купальному сезону так открываем коробка целая все по-английски но главное что под покет 2 и под 1 под 2 только не поставили галочку под какой надеюсь подойдет так что у нас тут крепление раз так коробочку в сторону так что у нас тут вот основной модуль довольно интересный такой он полупрозрачный полупрозрачный модуль здесь пленочка наклеена на том месте которая в которой будет смотреть линза пленочка наклеена все оберегает кстати крепление такого же такого же плана как здесь то есть видите как здорово угадалось нужно его тоже использовать так что сама само крепление даже есть макулатура ну обычно все говорят мы я не читаю сразу выкидываю но я вообще-то читаю даже если по-английски пытаюсь разобраться сначала вникнуть а потом уже заниматься о да тут даже по-русски есть да для второго покета по-русски написано вообще красавчики вот русский вариант все написано русский вариант все красавчики хорошо так ремешочек на руку ну я посмотрю может есть от гапрошек им подобных камер есть такие видели желтые поплавочки он и как рукоятка может работать если что камера стоит хотя эта камера тоже бокс тоже там воздух получается он тоже не утонет надеюсь крепление такое же самое как мне пришло то есть даже вскрывать не будем с мешочком понятно так теперь здесь здесь у нас как-то вскрыть есть специальные противо запотевающие полоски насколько я видел видео они вставляются вставляются вовнутрь тут несколько штук и они если что впитывают себя влагу чтоб механизм внутри остался целыми невредимым так раскручиваем раскручиваем первое первое а тут вот такое кольцо так этому пока все сторону уберем сам 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 стекло можно так сказать вот как баночка выглядит тут резинка резиночка и кольцо просто зажимает система довольно простая но надежная отлично ну сейчас попробуем ставить в аквабокс диджай попит 2 достаем его из нашего кейсика так раз есть есть так если в сторону пока положим аквабоксик наш раскручиваем так насколько я понял у нас нужно вот эту крышечку снять вот эту потому что с ней он не зайдет что переснять нужно накрутить на резьбу и просто сдернуть потому что руками это крышечка очень тяжело снимается есть сняли теперь также передняя планочка она тоже мешает вот это мое снимаем она не нужна она будет как вот в таком варианте полностью без всяких допов он будет вставляться в аквабокс теперь мы включаем ставим тут режим аквабокс есть поставлен видите как он смотрит чуть вверх и просто мы его туда вставляем до конца после этого нужно вставить анти влажную полоску но я пока не буду ее доставать они тут запакованы хорошо вставляется вовнутрь она и там находится до конца съемок закрываем колечко закручиваем все зажимать я пока не буду и вот в таком положении у нас вот аквабоксе находится наша камера вот она экран все видно кнопочки работают запись включилась запись выключилась запись есть вторая кнопка переключения фото можно включить видео включить и слоумо еще кстати то есть у нее три режима видео фото и слоумо включается на эту кнопку в аквабоксе в точно хорошо снимать замедленные действия на замедленное видео сама камера там работает то есть подвес работает единственное что у него нету поворота на 360 но здесь как бы понятно он и не нужен потому что куда поворачивать и вот такой вариант довольно таки удобно я считаю да конечно уже сразу чувствуется что камера становится крупный весь этот организм так сказать если сюда еще прикрепить поплавок или шнурок к руке но лучше конечно поплавочек потому что довольно тяжеленькая становится хотя воздух там есть если камера я думаю должна быть плавать но это надо проверить так что вот такой неплохой вариант я очень рад что он у меня есть буду использовать своих морских прогулках потом вам покажу а сейчас давайте попробуем первое крепление как она будет держать все мы раскручиваем так пакет у нас да он выключается нажатием также и как-то потихонечку вы надо оттуда вытащить вылез все отлично вышел мы сразу попробуем наше первое крепление так как он у нас тут а вот таким образом вставляется но в принципе да держится нормально держит хорошо то есть можно переворачивать все держится здесь по-другому не поставишь здесь у нас полукруг здесь ровно то есть по-другому не вставишь держится нормально то есть можно тоже применять в каких-то своих наработках своих съемках так что будем снимать дальше оставайтесь с нами подписывайтесь на канал ставьте лайки нажимайте колокольчик все всем пока всем удачи ждем реальных съемок с этими аксессуарами все всем пока пока и и Субтитры подогнал «Симон»!